Здравствуйте, уважаемые зрители канала Баланс ТВ, с вами Дмитрий Чигаев. Все говорят о долголетии, многие хотят прожить долго, но как это сделать, мало кто знает. А если уж и жить долго, то как прожить эту жизнь? На эту тему мы поговорим с нашим уважаемым гостем у нас в студии Юрий Гущо, доктор технических наук, профессор, член Швейцарской академии антистарения. Здравствуйте, Юрий. Добрый день. Я думаю, что наша беседа не ограничится, в том числе и этим только вопросом, но тем не менее прожить долго, на ваш взгляд, является ли это целью жизни и как это сделать? Ну, обычно любой человек, любая семья, любое сообщество людей, у них всегда есть какая-то более конкретная цель. Она, как правило, уже, чем цель государственная или какая-то, но она есть. Без цельных систем не бывает. Поэтому вот в тестах на психологию задают первый вопрос. Вы верите в Бога? И это все равно, что он ответит. Да, верю или да, нет. Это значит, что у меня есть какое-то мировоззрение. И дальше уже в деталях. Ну, и в этом плане это бесконечная тема. Тем не менее, она всегда определена. Психически здоровый человек имеет всегда цель в жизни. Что касается непосредственно самого долголетия, вот точнее антистарения, вот этой вопроса или проблемы вот этой антистарения. На ваш взгляд, насколько она актуальна в наше время? Ну, актуальной темы нет, просто ничего ценнее жизни нет. Как только мы уходим из этой жизни, все ценности остальные вообще никакого значения не имеют. Поэтому это обязательно. Обязательное явление. Я-то вообще, вот как вы меня представили, доктор технических наук. И занялся геронтологией. Вот той частью геронтологии называется статистическая геронтология. Только потому, что будучи профессиональным спортсменом и готовя докторскую диссертацию, стал плохо себя чувствовать, потому что тренировки стал пропускать. И, в общем, ну, режим нарушен был. И для того, чтобы поддержать себя, я бегал длинной дистанцией. Там пять километров, десять километров трусой. И в дождик, и не в дождик. Мне это так нравилось, что это не подумать, что это как бы работа была. Я был доволен. Ну, и однажды, пожаловался на боль в спине, врачи пытались понять, что и как. Просто во время одного из уколов занесли инфекцию в этот укол. И я пять метров с костылями обезболивающий укол. И так шесть месяцев. Лежал плашмя, не спать не мог, ничего. Вот тогда я занялся, пардон, не геронтология, а чем-то рядом состоящий геронтология. Правильно сказать, пытался выжить. Собрал сам издатскую литературу. По тем временам йога был запрещенный продукт в принципе. Поэтому сам издат на этих, на ксерахсах, еле видно напечатанные бумажки. Тем не менее, к моему удивлению, я поменял образ жизни тогда. Вот в тот момент, когда я стал умнеть от количества вот этой сам издатской литературы. Ну, мастер спорта по борьбе с самбо – это штанга, это тяжелый вес, это нагрузки такого более мышечной, вязкомышечной. А здесь, значит, йога, а там на вид вообще никаких, на позы. Принял позу, выдохнул, вот вся работа. Перешел на вегетарианское питание. А перед тем, чтобы эту ногу как-то привести в порядок и бороться с инфекцией, проголодал 33 дня на дистиллированной воде. И к моему удивлению, в общем, поменяв этот образ жизни, я через год примерно пробежал по горам Киргизии километров 15. У меня в то время был я математик и Акаев, вот бывший президент этой страны, тоже великолепный ученый, и мы с ним даже вместе одну книжку написали. Вот поэтому я, пока он был там, в его резиденции приходил в порядок на Иссыкуле. Вот пробежал 15 километров снова, да, там осталось я при храме, еще что-то такое. Вообще у меня там около шести переломов, но в целом, к моему удивлению, из лежачего больного без единой таблетки я снова стал бегать. Даже не важно как. Вообще, если я ходил, то тоже было бы счастье. Вот я считаю, что вот сам по себе... Это было толчком, почему я занялся уже как ученый, нормальный ученый. Я стал сотрудником Института социально-экономических проблем народонаселения, параллельно со своей официальной специальностью нанотехнологии, сейчас она называется. И задача была выглядела так. В то время руководила этим институтом Наталья Михайловна Ромашевская, довольно знаменитая в те времена специалист по демографии. Она сказала очень просто. Нужно собрать статистику, объехав как можно больше стран, задавая вопросы по всем видам человеческой деятельности, питания, дыхания и так далее. После того, как на каждой точке будет от 500 до... Вернее, на каждом вопросе будет около 500-600, 1200 идеально, и начинает до 5000 точек, тогда можно построить некую теорию зависимости продолжительности жизни от стиля жизни. Вот я этим занимался 30 лет, объехал действительно 120 стран, только в свой отпуск, я работаю в институте радиотехники, и, ну, в общем, вот в таком духе. Из этого... И главный итог. Даже вероятностная средняя продолжительность жизни человечества, которая сейчас есть, если она себя правильно ведет, 144 года. Значит, если вам не 144 года, и вы моргаете, точно вы выздоровеете. В какой степени, непонятно, но это зависит, насколько вы свой стиль жизни сегодняшний, из-за чего вы, собственно, попали в постель, поменяете на более здоровый. Вот эту тему я и долго и занимался, и компьютерную программу сделал, за 15 минут можно это как-то посчитать, вероятно, можно пересчитать, если вам стиль жизни, который вы сами себе назначили, вам самому и не понравился. Или там мало лет жизни это добавило. Но всегда нужно помнить, это вероятностные цифры. То есть вероятность выжить и так далее, поскольку база данных – статистика. Посмотрите, что такое медицина с позиции таблетки? Ну, ученые, серьезные там дамы и господа изучают какие-то химические или какие-то иные вещества. Дальше они создают таблетку. Что дальше? Они дальше ищут добровольцев, которые попробуют. И если из них, ну, условно, 100 человек попалось в виде добровольцев, один помер, значит, надежность этой таблетки 99%. Вот наша жизнь, к сожалению, вот такая же. Она статистическая, потому что мы сообщество. Мы один человек – ничто, мы члены сообщества. Поэтому база данных, опять же, сообщество. Так что никаких проблем выздороветь нет. Ну, вот вы проехали 120 стран, потратили на это 30 лет своей жизни. Да. Изучая этот вопрос, то есть вот эти контрольные точки, которые в различных странах вы проверяли, собирая обратную связь, в том числе вот эти мнения, отзывы относительно образа жизни, составляющих здорового, так называемого, образа жизни, тем, чтобы вывести какую-то общую картину. Каковы же эти составляющие? Если не по всем вот пунктам, допустим, вот этой анкеты или вот этой обратной связи, а может быть, как-то сгруппировать. Благодаря вот Наталье Михайловне Ромашевской, ну, я какое-то что-то уложил. Смотрите, у нас есть личный ресурс здоровья. Я его прямо могу перечислить. Дыхание, газовый обмен. Ресурс по газовому обмену самый большой – 62 года. Используется человечеством, ну, боюсь соврать, процентов на 7, 62 года. Значит, если вы на 10, значит, 10 процентов, то используйте его на 6 лет. Как бы вклад вашу продолжительность жизни, я утрирую все, но тем не менее, всего 6 лет. На слух это пока сложно мне, по крайней мере, воспринимается, не знаю, как телезрителям. То есть что это имеет в виду? Вы сейчас говорите о дыхании? Да, я говорю о дыхании. Газовый обмен, дыхание, так сказать. Один из трех направлений по потреблению. Как-то вы проглатываете, так сказать, обрабатываете кислород и углекислый газ. Оба газа очень важны. Я правильно понимаю, Юрий, что исследовались, или, по крайней мере, вот вы сейчас говорите, именно о составляющих физиологических функций организма. То есть то, как мы используем свое тело. Да, конечно. Вот я их могу просто представить. Смотрите, личный ресурс, он состоит из зоны потребления, из зоны регенерации или очищения. Общественный ресурс – это образование, место работы, условия жизни и прочее. Может, психология, еще там много чего. То есть вот… Физический аспект, социальный аспект. Да, ну, можно так поделить. Интеллектуальный, получается, образование. Конечно, конечно. Все они… Если мы не охватываем хотя бы одно направление, то вот тогда этот расчет или оценка ситуации будет недостоверной. Но есть еще один аспект, о котором говорят мудрецы, трактаты – это духовный аспект. Духовный, конечно. Это один из сильнейших способов очищения. Ресурс, опять же, я математик, портал цифрами. Не подумайте, что я давлю цифрами, но они… Нет, вы имя аргументируете. Без них никак. Вот ресурс по этому направлению где-то 25 лет. Он используется на 40%. Это очень много для неразумного человечества. Почему? Потому что если вы не сформулировали цель в жизни, вы становитесь непонятно чего. Ну, что там? Я проснулся, что делать? Этот вопрос всегда висит в главном. Вы знаете, анализируя жизнь сообщества, и человечества, кажется, что как раз вот этот аспект, духовный аспект, он используется наиболее малой доле своей. Но вы при этом говорите, что это 40% практически. Ну, от него, а там 25 всего, значит, у вас где-то 12 лет вклад. 12 лет существует. Если вы соблюдаете религиозные посты, соблюдаете среда, пятница и так далее, то есть там, ну, в общем, полный порядок у вас в этом направлении есть, то плюс 25 лет не так уж мало в нашей жизни, когда мы в среднем живем там 60. Человечество живет 50-60. Поэтому это серьезный вклад. Ну, представьте, человек 70 лет живет, а за счет того, что он просто психологически очищен, я этот термин с вашего позволения буду использовать, значит, плюс 10 лет. Мы можем верить Богу, можем не верить Богу, но психологический аспект человеческого существования, их выкинуть никуда нельзя. Если мы говорим о ценностях, о которых вы тоже упомянули, относительно того, что они тоже играют важную, ключевую роль в жизни человека, и в том числе в цели полагания, в понимании цели своей жизни, и осмыслении собственного «я», то мы понимаем, что есть ценности временные, а есть ценности вечные. Разделяете ли вы эти два понятия, и что для вас временные ценности, что для вас ценности вечные? Я бы так сказал, что они, конечно, ну, недаром есть несколько философских учений, философия вообще развивается до сих пор, и не дошла до дедлайн, то есть до конца, нет вот такой совершенно ясной, почему у нас то одно философское движение, то другое, то еще третье, все время возникают новые, они частично отражают новые условия жизни, и как бы и технология тут въезжает, и все остальное. А с другой стороны, философией занимаются, как правило, те, у кого есть возможность подумать. И это… А подумать обычно появляется с возрастом, когда человек достаточно уже компетентен в ситуации, вокруг которой он живет, и у него появляется время, поскольку он там либо на пенсионный режим, либо он… Постильный. Постильный даже, либо, не дай бог, либо еще что-то такое, но, в общем, у него появляется возможность подумать, как правило, поздновато. Но вот первый вопрос, который мне самому попался, зачем я живу, это где-то было лет 25. Я вот там как раз дневную аспирантуру закончил, ну, мол, и что? Благополучно защитился, и что? И этот вопрос, он, думаю, что у всех так или иначе возникал. И потом он пропадает за фанерой мелких целей сегодняшних. Утром встал, завтракать надо конкретно, или там желательно, и так далее. Вот вся эта фоновая система, как только фон пропадает от мелких целей, возникает, а на черта это все нужно. И вот с этого момента философы появляются. Возвращаясь к ценностям, к временным и вечным, и опять же к вопросу о целеполагании, не кажется ли вам, или, может быть, вы уже знаете ответ на этот вопрос, или разбирали его, что меньше человечества живет именно потому, что вопрос о смысле жизни и задумываться человек начинает уже на закате своего жизненного пути, а не в самом начале, не получая того высшего знания, может быть, божественного знания, или хотя бы ценностно ориентированного знания высшего порядка. 200 тысяч лет назад, когда человеческая популяция где-то в Африке образовалась, зародилась и прочее, на Земле побывало 450 миллиардов человек, и все умерли благополучно. И было время подумать о чем-то, и великолепные были философские направления и так далее, но всегда есть земные жизни, земные вариации. Но потребление нужно включать, нужно это и вам некогда. Поэтому идеальная система, о чем вы спросили, выглядит так. Поколение старшее всегда при младшем поколении и среднем поколении и рассказывает то, что накопило человечество, чтобы им снова не проходить на собственном лбу все те пороги, которые отбило предыдущее поколение. И у человечества это единственная популяция на Земле, которая умеет складывать знания. Но вам не кажется, что это как раз временные ценности? Это ценности, которые вот сиюминутные, причем которые устаревают со временем, в том числе, как вы, как профессор, в том числе доктор технических наук прекрасно видите, как молниеносно развивается технический прогресс просто идет. И фактически даже вот родители, вот непонимание даже, вот если они ведут разговор с детьми на уровне каких-то технических или временных ценностей, происходит это непонимание, потому что дети-то уже в техническом формате, они уже значительно дальше ушли, чем их родители. И значительно легче разбираются со всеми техническими гаджетами и так далее. Но они неправильно вы сказали в том смысле, что они дальше ушли. Ну, я имею в виду в плане понимания или умения обращения с этим моментом. Ну, давайте так, значит, есть базовые законы природы, они никуда не делись. Какие? Ну, например, электрические, там, законы, там, тяготение и прочее. Они как есть, так есть, они никогда не менялись. Когда появляется новое поколение и чего-то изучают, идет просто уточнение, уточнение, уточнение. Так вот, часто молодое поколение детали по уточнению знает, а базовые законы она ими не владеет. И это начало с конца. Потому что как только появляется какой-то свежий новый вопрос, молодежь его решить не может, потому что она не знает базовых законов. И вы правильно сказали, все время что-то меняется. И тогда что делает молодежь? Зубрит. Вот 25 кнопок, я научился, как их нажимать. Ну, сами вспомните, как новая форма компьютера, мы сидим и как дети тыкаем пальцем, не можем ничего-то понять. Вот от этого и с чего мы начали с вами, если мы старшее поколение в содружестве как консультанты для среднего и младшего поколения выступают, тогда называется вот все синхронизировано. Вопрос распределения ролей и, о чем мы начали, работоспособности. А может ли старшее поколение, есть ли у нее еще силы и прочее, чтобы объяснять. И, соответственно, младшее поколение достаточно психически и физически здорово, чтобы воспринять то, что им старшее поколение объясняет. А вот эти, кажется, что младшее поколение куда-то ушло, оно никуда не ушло. Она выучила вот набор кнопок новых, ну и все. И как только кнопки поменяли, оно на таком же нуле, как и старшее поколение. Потому что оно основы не знает. И вот если старшее поколение быстрее разберется с этими кнопками, если займется этим вопросом. Намного быстрее. Но как мы видим из истории, то есть вот этой базовой основы, вот глубокой именно основы, нет ни у этого поколения, ни у следующего, ни у предыдущего. То есть каждый осваивает этот мир, исходя из своего личностного восприятия. Насколько эта базовая основа, фундаментальная должна быть? То есть какие области жизнедеятельности, мировосприятия, миропонимания она должна охватывать? Неужели это только физические законы, опять же, самой природы? В то время, как мы с вами только что сейчас проговорили, что это четыре основные составляющие. Биология имеет биологический закон. Почему? Это не только физические законы. Законы в любой системе, какие-то есть экономерности. Не обязательно это только физические. Нет, здесь идет речь о том, что кладезь знаний, которые человечество откладывает тысячелетиями, в книгах, в записях, в магнитных пленках, еще в чем-то, они все время переосмысливаются, выбираются главные, и этим главным должно, по идее, пользоваться следующее поколение. Согласитесь, вот ключевое слово, мне кажется, переосмысливается. То есть исходя из времени, места, обстоятельства, они могут меняться. Закон притяжения не может поменяться от того, что прошло пару столетий или еще что-то такое. То есть они являются ключами к дальнейшему ходу. В этом плане человечество почти никуда не ушло. То есть мы с вами все-таки касаемся темы вечности. То есть основа – это то, что существует вечно. Вне зависимости от времени, вне зависимости от места и обстоятельств. Я уже забыл, великий кто-то и сказал у нас, Марк, что ли, движение. Вы пытаетесь поставить вопрос, где точка, куда мы должны стремиться. А Марк сказал, я с ним согласен, что весь прогресс и все развитие человечества, и как бы оно осмыслено только когда все двигается. Как только вы остановились, все с этого момента материал. Вопрос не точки, я тогда скатирую, вопрос вектора. Куда мы двигаемся? Вектор движения. То есть вы… Я как математикой сразу отвечаю. Туда, где производное положительное и максимальное. В чем оно выражается? Ну вот если у нас есть некая плоскость, да, вот можно двигаться вот к точке туда, вот по самой короткой, по короткому пути. Он будет самый… Тангенс угла наклона этого движения будет самый большой. Тогда он быстрее приведет туда. А если вы пойдете вокруг подошвы этой горы шесть раз, а пойдете, вот так циклами будете идти, человечество ходит циклами, потому что трудно найти этот вектор, будете идти долго. Еще сможете сбиться с пути, и тогда вместо того, чтобы подниматься, опуститесь. Но для этого все равно можно понимать цель, куда мы идем. Ну, вершину видно, как правило, вершину видно. В общем-то, из всех целей, которые, я бы сказал, в этом плане продолжительность жизни – самая понятная цель. Что сказал Высоцкий? К Богу в гости не бывает опозданий. Вот он четко сказал. Вся философия в этом. Любую философию возьмите, она все равно вот туда и приходит. Ну, значит, путь наш и вектор, и цель – Бог? Богу в гости не бывает опозданий. Это аллегория в том смысле, что на тот свет, а не в том смысле, что верил Высоцкий в Бога или нет. Скорее всего, он был неверующий. Но любой верующий, неверующий имеет веру, по сути дела. Поэтому это… Когда конкретное какое-то философское, религиозное направление, это один вариант. А так, в общем, это одно и то же. Вы затронули духовный аспект, поэтому мы не говорим о том, что… И Вы сказали, что это очень важный аспект в жизни любого человека, поэтому мы не затрагиваем какую-то конфессиональную направленность или что-то. Нет, нет, это главный аспект, да. Он обязательно должен быть. И поверьте, любой атеист такой же верующий, как и христианин или мусульманин, и все это. Отрицать этого невозможно никак, и никто и не отрицает, собственно. Вы замечательно привели эту фразу. Припишем пока ее Марксу, да, относительно того, что жизнь в движении, жизнь в процессе. И основное наше движение, на мой взгляд, основываясь, опять же, на высказываниях философов, мудрецов, теологов, это развитие отношений, как и социологов в том числе, да, то есть как бы мы общимся, мы социум. Йога – это как раз способ установления связи, да, оно и переводится, слово «связь». Вот занимаясь много лет йогой, вот какую связь, на ваш взгляд, вот самую важную нужно выстроить, или как бы для себя вы ее, может быть, как-то воспринимали? Либо для вас йога – это только набор упражнений, которые позволяют в физическом аспекте чувствовать тонус? – Вы знаете, ну, у йогов, как ни странно, это уникальное учение в том смысле, что они как раз за продолжительность жизни не борются вообще. У них главная цель – помощь обществу. И для этого он должен быть работоспособный. Я возвращаю их к своей любимой теме. – Как-то замечательно. – Смотрите, он опять работоспособен. Значит, если он потеряет работоспособность, то есть возможность обслуживать общество, он идет в горы и сам себе там чего выключает. Ну, там есть разные способы самоотправления в мир другой, в зеркальный мир. То есть у них цель жизни – служить обществу. Но для того, чтобы служить обществу долго, а это, так сказать, производительность, считайте, на нашей терминологии труда, или как бы продолжительность труда, они разработали совершенно блестящую систему, с которой мы начали. Они работают над личным ресурсом, они работают над вот этим общественным ресурсом, это вот второй кусок, и они это делают совершенно блестяще. Любое утверждение йогов, казалось бы, совершенно ерундовое. Рано или поздно подтверждаете. Вот я вам произнесу одну фразу. И вы тут же вздрогнете. Рыба хуже, чем мясо, как продукт. Удивительно? Пауза. Ну, наверное, удивительно, да? А это… У йогов я однажды нашел таблицу продуктов питания, и мясо состоит, значит, там, злаки, овощи, фрукты. Это вот вегетарианская зона питания. Дальше идет птица, мясо, там, в общем, но теплокровных животных. А вот следующие хладнокровные животные, ну, вот из них рыба в частности, да? Ну, я думаю, переводили, ошиблись. Я бы, значит, в этом представлении так бы, наверное, и остался. Однажды встретил ветеринара, не встретил ветеринара, мы пригласили ветеринара, наша кошка заболела. Ветеринар ее там обследовал, там, анализы и все прочее. Он говорит, чем кормите? Ну, жена горда говорит, вот рыбой такой-то, рыбой такой-то. Он говорит, срочно отменить. Ну, и я тут пристал. Я говорю, и йоги тоже говорят, да. Я говорю, а чем? Он сказал, ну, лучше всего каким-то, типа, птичек или, там, курица. Вот, легкое мясо. Я говорю, а в чем дело? Он говорит, ну, что ты, мол, типа, не знаешь. Белки рыбы больше по размеру, остаточный азот, то есть они не все проходят через почки, остаточный азот, давление повышается. Вот, ваша кошка и заболела. Йоги это пять или шесть тысяч лет назад сказали. Я думал, это опечатка. Вот я как пример просто прозорливость. За что они боролись? За высокую работоспособность. Для того, чтобы служить обществу. Прямо всякие. И если он не может служить обществу, то он уходил из жизни. Тут есть немножко такой момент. Вы можете с ними соглашаться. Мастера йоги, раз вы о них заговорили, в трактатах указывают, что рыба, она более, скажем так, опасная или вредная, в том числе в тонком формате, не потому что там, может быть, только азот или на физическом плане, а потому что в ней, как бы, она поедает все подряд, поэтому все оскорения. Я проще скажу, я не специалист ни по рыбам, ни по мясу. Вот я просто был утверждением. Я тоже, тем более, что вы вегетарианец, поэтому вы. Нет, ну я стал вегетарианцем, я же был мастером спорта. То есть вот такая подметка мяса. И никаких гарниров картофельных мне запрещали, как сказать, мои диетологи. Ну, 81 год, мамы, вы прекрасно выглядите. Ну, дай бог, да. Замечательная речь, живой ум. Вы хотите сказать, что я не растерялся при интервью с вами? Я хочу сказать, что какую вы себе отмерили или поставили планку в плане дожития? Это несерьезный разговор. Почему? Ну, а как я могу сказать? Но вы же все говорите, что поставить цель, в том числе долголетие, это как бы важный момент. Нет. Помните, я про йогу сказал? Да. Быть здоровым и полезным для общества. Это очень важно. А вот там цель, когда там это что-то. Это даже вот те кривые выживания, которых я жалко тут нет возможности продемонстрировать. Но там я вам презентацию показывал перед встречей. Вот эти кривые выживания, если вероятностные. А что такое вероятность? То есть есть разброс. Вот ресурс человечества по выживанию сейчас где-то 144 года, но это в среднем. То есть может быть и 200 лет, может быть и 100. А большинство наших с вами землян никак. То есть на 60. А идеальный бы ресурс, запрограммированный где-то под 300 лет. Теоретически прям вероятность почти никакой, но 300 лет тоже можно прожить. Но ставить задачу прожить там 270 лет безнадежно. Вы должны следить за максимально возможными, поддержанием максимально возможного ресурса своего. А уж как получится. Может быть, если бы я был олигарх с гигантской машиной, я бы, может быть, там как-то отдельно продукты выбирал, отдельно то, отдельно сё, тренеров там можно еще что-то такое. Ну, я думаю, что много бы это не дало, что-то олигархи я не видел в средних долгожителей. Ну да, мы видим этот пример из истории, в общем-то. Что-то они не того. Поп-звезды и так далее, которые капсулы и всё остальное На мой взгляд, несерьезные ребята. Возвращаясь к продолжительности жизни и к тому, что многие сейчас, в том числе и академии в области медицины, занимаются как раз продолжительностью жизни этим вопросом, да, вопросом геронтологии, это сейчас действительно очень актуальная тема, которая на всех симпозиумах, на всех высоких форумах поднимается и обсуждается и постоянно говорят о том, что... Я бы её подправил немножко, с вашей перебиваю. Да, пожалуйста. Не продолжительность жизни, а работоспособность. Способность, что так, ну, существовать нормально, а просто лежать в коляске 20 лет, а вам с пролежними будут протирать... Вы прервали поток моей... Идеи, да? ...нестройной мысли, да. Потому что я хотел как раз сказать не о продолжительности жизни, а о важности качества жизни. О! То есть мы говорим о продолжительности жизни, и почему я на этом акцентировал внимание, потому что чаще говорят именно о средней продолжительности жизни по стране, о том, что мы добились каких-то результатов, о том, что... Но каково качество жизни? Ну да, а качество жизни определяется, я могу в цифрах сказать. Значит, если у вас ресурс здоровья между единицей и 0,75, то вы качественно живёте, потому что вы можете делать, что вы хотите, или не делать, что вы хотите. То есть качество вашей жизни зависит от вашей философии жизни, подхода к жизни. Вот к слову о философии. Вы сказали о том, что, в частности, йоги и люди, которые, ну так, значит, просветленные, или которые имеют определённый опыт, и вот этот базис, базис вечных знаний, их деятельность направлена на служение обществу. Да. Садача йога. На ваш взгляд, какова же цель жизни каждого человека, каждой личности? Иногда выступаю в роли журналиста, теперь я задаю вопрос. Вот вспомните иногда, любой подарок, который вы сделали, он вам доставляет явно больше удовольствия, чем тот, когда вы получили его. Вот йоги этим занимаются, только это у них цель жизни, всё время делать обществу, я перевожу на слово подарок, на самом деле, служить обществу. Вот, собственно, и всё. У них никогда не было задачи там просто чего-то там дожить до двухсот, до ста и прочее. Вот надо вот поймать, а то и счастливый человек, когда он может лежать, а может бежать. Я так утрирую. Как только вы в постели оказались, значит, что получается? Вынуждены принимать усилия других. И поверьте, удовольствие это ниже среднего. Ведь я шесть месяцев лежал с костылями, пять метров с костылями, не дай бог. И тогда мне кто-нибудь сказал, прыгай с балкона, и ты снова начнёшь жить нормально. Я бы прыгнул, если бы были хоть как-то убедительные доводы. Вот тогда мне, значит, и сам из даты я узнал, что если 30 дней проголодать на дистиллированной воде, заметьте, то всё в порядке. И всё такое, ой, да я-то вот три дня поголодала, и тут же у меня же голова болит, ещё что-то такое. Вот 33 дня с нуля без разговора, без всяких. Потому что другой вариант какой? Ну, дальше лежать. Вот шесть есть месяцев, лежим восьмой. Итак, вы прошли через такой тяжёлый период в своей жизни, борьба с болезнью, и, наверное, много самосознания и каких-то серьёзных переживаний, которые были в вашей жизни. Вот тот опыт, о котором вы сейчас сказали, что быть счастливым, чтобы быть счастливым, нужно отдавать. Да, хорошо. А вы привнесли это в свою жизнь, является ли это частью вашей жизни, является ли это лейтмотивом вашей жизни? Я когда выздоровел, я написал небольшую книжку, называлась «Введение в энциклопедию здоровья и долголетия», и она разошлась 80-тысячным тиражом. Она дешёвенькая была, это был такой журналистский как бы текст. Ну, сначала первые 20 дней я получал мешками письма, потом меньше, потом меньше, потом меньше, потом, значит, так. Но примерно я так прикинул, где-то 20 тысяч народу, какой-то отзыв был, ну, там 80 тысяч экземпляров, вот 20 тысяч что-то такое написали. Как правило, это Юрий Петрович, приезжайте, вот у меня есть там хороший сад, мы с вами там яблоки будем собирать. Ну, что-то в этом духе. Но это отклики вот помог. Но у меня не было тогда, как вам сказать, конкретно вот лежал-встал, такого не было. А вот эта книжка вторая уже, я что-то там немножко поумнел, поскольку там 93-й год, а это был 2008 год, я уже половину стран объехал тогда, ралли была Москва, Лондон, Мадрид, Стамбул, вокруг Средиземного моря, вокруг там Южной Америки, Северной. Это что-то, в общем, уже так чуть-чуть продвинулся в понимании жизни. И вот фразу, которую я защищаю, если ты моргаешь и тебе не 144 года, ты выжимешь, ты можешь выздороветь от чего хочешь. Вот. Пришел однажды ко мне молодой человек, ну, как молодой человек лет под 40, и, значит, попросил ему выделить там что-то такое, не то, две пачки книг, ну, там где-то ну, штук 10 этих книг. И сам их, значит, взял, они тяжелые, там, по килограмму и прочее. Единственное, что я заметил, у него только палец слегка загнутый, явно не травмированный. Я говорю, а что с пальцем? Он говорит, да вы знаете, и вот рассказывает. В коляске два года катался, вот в коляске, артрит всех суставов, наследственное заболевание, мама умерла в 50 лет, вот, и он два года прокатался, у него очень хорошая жена, ему там помогала, в общем, все они там и плавать пытались, и еще что-то такое. Потом нашел вот эту книжку, и по ней, значит, йога, там, все, что там написано, в общем, инструкции там примитивные, но их надо делать. И вот это слово делать, оно главное. И выздоровел, вылез из коляски. Вот это для меня был знак, что я хоть чего-то полезное сделал. Это вот, потому что это, когда что-то где-то говорят, о чем-то далеко, это один вариант. Как живой человек, я себе сразу галочку поставил. Спасибо вам большое. Не за что. Спасибо за эту беседу, дорогие друзья. У нас в студии был Юрий Гущев, профессор, член Швейцарской академии антистарения. Мы беседовали на тему не только долголетия, не только того, как прожить долго, но как прожить качественно, как прожить здоровой жизнью во всех смыслах, во всех ее смыслах. Будучи работоспособной. Будучи работоспособной. С вами был Дмитрий Чигаев. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч на канале Баланс ТВ. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok В эфире Добрые новости. В наш Добрый магазин поступили особенно добрые товары. Теперь у нас столько доброты, что мы готовы поделиться ею со всем добрым миром. Добрые люди, приходите к нам в Добрый магазин за добрыми товарами. Добрые книги, добрые специи, добрые семинары, добрая косметика и добрая аюрведа ждут своих добрых покупателей. А для Добрых оптовиков у нас действительно добрые скидки. Позвоните нам по Доброму телефону 8 926 390 07 82 или заходите к нам на Добрый сайт. Тройное W.DobroDefizShop.com